Уважаемые депутаты, переходим к вопросу о развитии малого и среднего предпринимательства в городе Казани. В ходе работы сессии и обсуждения данного вопроса принимает участие Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, представители предпринимательского сообщества, самозанятых и общественных объединений, оказывающих поддержку в сфере малого и среднего бизнеса. Слово для доклада представляется Шакиру Эльдар Саидзянчу, заместителем руководителя исполнительного комитета, курирующего сферу экономического развития. Малый бизнес – это полноправный развивающий сегмент экономики города. Его развитие создает предпосылки для ускоренного экономического роста, способствует диверсификации и насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыночной экономики, такие как безработица, кризисные явления, конъюнктурные колебания экономики. С каждым годом вклад малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие нашего города становится все более весомым. В подтверждение этому приведу некоторые цифры, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства города Казани. На сегодняшний день малый бизнес города представляет чуть более 81 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 44 тысячи экономически активные малые предприятия, 225 средние и 37 тысяч индивидуальных предпринимателей. Отмечу, что 48% всего малого и среднего бизнеса Республики Торстан сконцентрированы именно на территории города Казани. Деятельность предпринимателя в основном сосредоточена в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания, операций с недвижимым имуществом, арендой, строительства, обрабатывающих производств, транспорта и связи, медицины и других социальных услуг. По итогам первого полугодия на малых предприятиях города трудится 178,5 тысяч человек, это около 35% от числа всех работников предприятий города. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составила 25,5 тысяч рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Оборот малых предприятий превысил 324 млрд. рублей с ростом в 4% по отношению к 2018. Объем налогового поступления в первом полугодии достиг 1,4 млрд. рублей, это четверть от общего объема поступления в городской бюджет. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом статериальном продукте составляет 38,5% при ВТП 675 млрд. рублей. За последние 10 лет, несмотря на кризисные явления в экономике 2008 и 2014 годов, вклад МСБ в экономику города увеличился на 6,5% пункта. Напомню, в 2008 году он составлял только 32%. Но в соответствии с стратегией Казани, нами задана планка в 50% к 2030 году. Мы уверены, что при поступательной разработке и реализации комплексных мер поддержки предпринимательства на всех уровнях, этот порог достижим. Цифры наглядно демонстрируют важность малого бизнеса для городской экономики. Именно поэтому мы всячески поддерживаем предпринимателей. Основным инструментом для нас в этой работе является городская программа поддержки малого и среднего предпринимательства, действие которой очередной программ завершается в этом году. Основные задачи программы были поставлены вместе с предпринимательским сообществом. Это создание условий для эффективного развития, оказание всесторонней поддержки малому бизнесу и снижение административных барьеров. Одним из ключевых направлений программы является финансовая поддержка, которая оказывается предпринимателем в Казани в виде субсидирования части процентной ставки по кредитам. За трехлетний период реализации программы поддержку из бюджета Казани получили 144 субъекта МСБ. Они воспользовались льготными кредитами на сумму более 520 миллионов рублей, по которым из городского бюджета было субсидировано 53 миллиона по уплате процентной ставки. Это, в свою очередь, позволило создать порядка 500 рабочих мест. Данная программа, действуя с 2007 года, зарекомендовала себя как эффективный механизм предоставления дешевых кредитов малому бизнесу. Осуществляя постоянный мониторинг, мы старались из года в год пересматривать и совершенствовать ее условия, проявляли гибкость в отношении запросов предпринимательства в рамках существующих реалий. За три года мы расширили перечень приятельных направлений, меняли сумму компенсации процентных ставок, а также сам механизм отбора банков и операторов программы. Если в 2007 году на основании открытого конкурса среди банков победителем стал ТАДСОСБанк, предложив наименьшую ставку по кредитам в 9,5%, то, начиная с 2018-го, мы отказались от конкурса и заменили его аккредитацией. Так, в текущем году аккредитовано 10 банков. На сегодня исполком рассмотрено 66 заявок. По 43 заявкам на общую сумму 223 млн. рублей приняты положительные решения. 15 кредитов уже выданы на 112 млн. рублей. Выдача этих кредитов продолжится до конца текущего года. В качестве имущественной поддержки исполком реализует проект «Арендные каникулы». В рамках проекта на аукционы было выставлено 96 помещений общей площадью 14,6 тысяч квадратных метров. Договор заключен на 56 помещений общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. В 32 помещениях уже ведется предпринимательская деятельность. К примеру, в них открыты хостелы, стоматологические кабинеты, салон красоты, туристические офисы, сервисный центр по ремонту бытовой техники, кабинеты УЗИ и многое другое. Предприятия не только привели в порядок муниципальные помещения, но и создали в них также 150 новых рабочих мест. Если говорить о налоговых поступлениях, то эти предприниматели, работающие в наших льготных помещениях, обеспечили поступление в бюджет Казани более 30 млн. рублей налогов. Мир меняется, и те меры поддержки, которые были популярны всего три года назад, сегодня уже требуют изменений. На данном этапе нами ведется активная разработка новой программы поддержки бизнеса на период 2020 и 2024 годов. Путем проведения встреч, круглых столов и интервью с субъектами малого бизнеса будут определены векторы реализации данной программы на последующие годы. Проект программы уже разработан, предварительно согласован с Министерством экономики и презентованной экспертами из Высшей школы экономики, получив от них высокую поддержку. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих принять участие в обсуждении новой программы. Встречи будут организованы на городских площадках, также в каждой администрации районов города. График встреч будет опубликован буквально на следующей неделе на портале мэрии в разделе «Бизнес в Казани». В составе инфраструктуры поддержки предпринимателей «Казани» на сегодняшний день действует 11 промышленных парков и площадок. Общая площадь территории, занимая промышленным парком, превышает 200 гектаров. По итогам первого полугодия этого года в них осуществляют свою деятельность 619 резидентов, ими создано более 10 тысяч рабочих мест. За первые полугодия 2019 года объем отгруженной ими продукции составил 19 миллиардов рублей. Объем налогов поступления в консолидированный бюджет достиг 2,3 миллиарда, причем резерв для дальнейшего развития еще есть. В настоящее время в промышленных парках и площадках Казани свободно около 20% производственных помещений и 30% земельных участков. В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития промышленных парков им предоставлены налоговые льготы. Так, депутатами Казанской городской думы принято решение, согласно которому с 1 января 2018 года промпарком площадью более 12 гектаров предоставленного льгота по земельному налогу в виде применения пониженной ставки в 0,33%. Хочу отметить, что кроме муниципальных программ на территории города ежегодно реализуются программы поддержки малого бизнеса республики. Так, в 2018 году программами Министерства экономики Республики Татарстан воспользовались почти 200 казанских предпринимателей на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Особое внимание хочу уделить работе Министерства повышения конкурентности закупок и обеспечения доступа малого бизнеса к госзакупкам в республике. В помощь малому бизнесу разработана электронная платформа госзакупок «Биржевая площадка». Данный ресурс позволяет быстро, безопасно и экономно осуществлять закупки качественной продукции, а бизнесу получить доступ на рынки бюджетных организаций. Говоря о развитии малого предпринимательства на территории города, нельзя не упомянуть пилотный проект по применению специального налогового режима. Налог на профессиональный доход, который впервые реализуется в Татарстане и еще трех регионах Российской Федерации. Так называемые самозанятые. На данный момент их деятельность регулируется Федеральным законом о самозанятых. Также вносится изменение в Федеральный закон 209 о развитии малого и среднего предпринимательства, который позволит после его принятия самозанятым получать весь спектр мер поддержки, которые сейчас доступны для стандартных субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас идет этап формирования окончательного варианта интекта законопроекта. Девять месяцев налогового эксперимента дали нам колоссальный опыт. Самозанятые – это те люди, которые сами себя обеспечивают работой, выходят из тени и готовы развиваться дальше. Сегодня в качестве самозанятых по городу уже официально зарегистрировано более 10 тысяч человек. За девять месяцев этого года деятельность самозанятых обеспечила поступление в бюджет города первых 10,5 миллионов рублей налогов. Проведя анализ рынка самозанятых города, мы сформировали комплексный план и систематизированный перечень мероприятий по развитию этого направления. Это позволит нам шаг за шагом приближаться к главной цели проекта, которая состоит не в том, чтобы достигнуть цифровых показателей. Истинная цель данного проекта – убедить самозанятых обрести официальный статус, легализовать свою деятельность, получив при этом защищенность и поддержку со стороны органов власти. Движимые эту целью мы провели ряд мероприятий, а главное – сформировали отдельный раздел в новую программу поддержки предпринимательства. Так, в ходе первой встречи с самозанятыми в Каворкинге и Казани-экспресс обсуждались волнующие их вопросы и были приняты первые решения по мерам поддержки. По итогам встречи, благодаря вам, Александр Ильич, до конца года объявлен мораторий на штрафы для самозанятых, что ими было горячо поддержано. В последующем было принято решение адаптации муниципальных услуг и внесения изменений в односостративный регламент, касающихся самозанятых. В целом же, решение этих задач возможно только при условии взаимодействия между различными структурами. И мне бы хотелось поблагодарить коллег за содействие и плодотворную работу в направлении поддержки предпринимательства и самозанятых Казани. Находясь в тесном диалоге с самозанятыми, мы услышали от них наличие проблем и нехватки точек сбыта своей продукции. Результатом этого стало предложение города по предоставлению бесплатных оборудованных мест для реализации продукции в общественных пространствах Казани. Например, самозанятые представляли свою продукцию для жителей города и гостей на всех площадках проведения национального праздника Сабантуй. Ярким событием стал проведенный в августе двухдневный фестиваль самозанятых в городском Амельском лесу. Более 170 самозанятых представили свои креативные проекты в сфере общепиту, услуг и развлечений. На прошедших выходных площадкой для реализации продукции стал уже Агропром Парк Казань. Опыт предоставления самозанятым открытых каналов сбыта полностью себя оправдал и будет продолжен нами на постоянной основе. В свою очередь на территории Казанской ярмарки организованы места самозанятым для проведения обучающих семинаров и встреч с приглашением коллег из Министерства и общественных организаций. В настоящее время также прорабатываются возможности организации каворкинга для них на базе ЦКС Московский. Мы часто слышим о потребности самозанятых в доступе к специализированному оборудованию. К примеру, домашние кондитеры не могут украсить торт узорами из карамеля, для этого необходима дорогостоящая специализированная оборудовая. Кто-то заказывает эти украшения отдельно на производство. В августе этого года мы принимали международный чемпионат WorldSkills, который запомнился нам профессионализмом и яркими выступлениями участниками. Соревнования проходили на высококлассном современном оборудовании. Здесь отдельно хочу затронуть вопрос наследия чемпионата. Мы бы хотели организовать на базе специализированных центров компетенции города стажировочные площадки для обмена опытом и организации необходимых обучающих программ для самозанятых. Это позволит существенно увеличить качество производимой продукции самозанятыми, привлечь студентов к предпринимательской деятельности и использовать закупленные оборудования после самого чемпионата в полной мере. Мы подготовили соответствующее обращение в адрес Министерства образования из ГУД Тарстана. Уважаемые коллеги, мир быстро меняется и нужно постоянно развиваться, чтобы соответствовать современным реалиям. Это надо относиться и к мерам поддержки как малого бизнеса, так и самозанятых. Хочу отметить, что все меры поддержки самозанятых, реализованные в этом году, мы планируем сохранить. Уже сейчас с нами разработаны систематизированные перечни мероприятий по дальнейшему стимулированию развития МСБ Казани, которые будут представлены, как я уже говорил, в отдельном разделе программы. Не давая оценок, в завершение хотелось бы сказать, что ежегодный рост показателей малого и среднего предпринимательства показывает необходимость поддержки бизнеса. Важным для нас является то, что все изменения должны быть продиктованы обратной связью от самого предпринимательского сообщества. При этом условии мы сможем создать продукт, который будет им полезен и создать благоприятные условия для развития предпринимательства в городе. Как гласит татарская поговорка, каждый последующий шаг движет нас к цели, а значит, плодотворная работа в этом направлении и нацеленность на результаты обеспечит рост предпринимательской активности в нашем городе. Ихтебаразис, разуразно. Уважаемые депутаты приглашенные, как было отмечено в выступлениях, городскими структурами, республиканскими органами проводится совместная полномерная работа по поддержке предпринимателей. Работа ведется постоянно, есть определенные результаты, но нас не может не беспокоить оценка предпринимателей, как я уже сказал, по изменению индекса деловой активности не в лучшую сторону. Как отметил президент Республики Татарстан Рустан Галич Миниханов на недавней встрече с предпринимателями, нужно кардинально менять отношение к предпринимателям, его проблемам. Каждая проблема должна найти пути решения. Сегодня уже прозвучали в докладе и выступлениях, что уходят на задний план те вопросы, к которым мы с вами предметно работали два последних года, оказание финансовой поддержки, совершенствование нормативно-правовой базы. В части представления помещений значительную роль сыграл проект арендные каникулы, однако сейчас перед нами стоят новые вызовы и появились новые вопросы, варианты решения которых мы вырабатываем совместно с бизнес-сообществом. Дефицит квалифицированных кадров. Верно было отмечено, что для его решения нужно использовать наследие WorldSkills, снижение оставшихся административных барьеров, перевод разрешительных процедур в электронный вид. Зачастую поступают жалобы на большое количество проверок, но и здесь нужно тщательно разобраться и, скорее всего, будет достаточно скоординировать контролирующую работу контролирующих органов, которые порой дублируют друг друга. Мы стараемся учесть все пожелания бизнеса, однако не все нововведения понятны предпринимателями и требуется детальная разъяснительная работа, встречи, семинары, диалоги. Нужно использовать все возможные способы коммуникации. Все это должно лечь в основу новой программы по поддержке предпринимательства. И прошу вас, исполнительный комитет под личным контролем Дениса Геннадьевича, руководитель сполкома, разработку программы на очередной период, согласовать ее с депутатами, бизнес-сообществом, рассмотреть на Координационном совете и утвердить в ближайшие сроки. Уважаемые приглашенные, я благодарю всех, кто принял участие в рассмотрении этого вопроса, желаю всем успеха в реализации намеченных проектов, надеюсь на дальнейшую совместную работу. А нам, уважаемые депутаты, необходимо принять решение. Кто за то, чтобы решение принять в целом, прошу голосовать. Против, воздержавшись, решение принято. Кроме того, послужившиеся традиции, на сессию приглашены студенты наших казанских грузов. Удостоверение депутата казанских грузов. Адмия Леонидовне Нарырны, избранной по Куланинскому Евразийского регионального отделения, Всемирная организация Объединенные города и мест Действие экстремизму, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан Казани Конкурс отбора на будущее главного архитектора Казани победила. Украшает нашу Казань, нашу столицу. Желаем успешной работы. Они созданы цельными задачами, которые есть в столице института Татарстана. Пробежно поработать в команде нового главы нашего коллеги, которые мы, возможно, мы коллеги, благодарных жителей, которые в которых район Маратской речи. Действительно, за его управленческие мастер-классы, которые коллегам, администрации районов, там, где я работал, и просто коллегам... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За весомый вклад в развитие местного самоуправления города Казани и благотворную работу в Казанской городской думе...